Вещение Vision International People Group предлагает вашему вниманию материалы, посвященные продукции компании. Материалы подготовлены на основании методических рекомендаций Медицинского департамента Vision и Института питания РАН. Биологически активные добавки к пище Vision производит крупнейший европейский концерн Arcoforma. Качество BatVision соответствует европейскому стандарту качества GMP. Действие BatVision подтверждено клиническими испытаниями на базе Института питания при Российской Академии Медицинских Наук. По свидетельству главы Института, академика Виктора Тутилья, Vision – это единственная компания, работающая под гиды Всемирной Организации Здравоохранения. Тема нашей встречи – ФАКС. Будьте спокойны и счастливы. «Don't worry, be happy» поется в известной песенке «Не беспокойся и будь счастлив». Спокойствие – это то, что нам критически не хватает в современной повседневной жизни. Недаром мы часто называем ее сумасшедшей. В первую очередь от суеты и шума, конечно, страдают крупные города, мегаполисы, но и в отдаленных, одиноких поселениях тут и там встречаются несчастные люди, подверженные тревогам и страхам. Причины беспокойствия разные. Проявления одинаковые. Это нарушение сна, нарушение аппетита, нарушение эмоциональной стабильности. Можно привести известный пример. Состояние, в котором бомж пытается под мостом покочить жизнь самоубийством, по сути ни в чем не отличается от состояния миллиардера, подносящего к виску револьвер. Пример очень крайний. Мы взяли крайнюю ситуацию, но он ярко и наглядно показывает, что перед стрессом, как перед заболеванием, все равны. Коренные социальные изменения последних лет, и в особенности мировой экономический кризис, нарушили привычный уклад жизни различных слоев населения. Это нарушение стало причиной значительного роста патологических изменений в здоровье людей. Сегодня мы практически повсеместно имеем дело с избыточным эмоциональным и физическим перенапряжением, формированием внутреннего конфликта человека, пребыванием, как следствие, в состоянии длительного стресса. Однако, первый открыватель стресса, нобелевский лауреант Ган Силье, сказал такую парадоксальную фразу. Стресс – это аромат и вкус жизни. Поскольку стресс связан с любой деятельностью, избежать его может лишь тот, кто ничего не делает. Но кому приятна жизнь без терзаний, без успехов, без ошибок? Поэтому важно научиться не избегать стресса, а управлять им. Представим такую ситуацию. Еще совсем недавно вы были в форме, полны сил, энергичны, работоспособны. Решения принимались мгновенно и безошибочно. А вы просто получали огромное удовольствие от четкости и даже непогрешимости вашего мышления. Да, накапливалась усталость. И вы откладывали на потом столь необходимое организму расслабление и отдых. Ведь, казалось бы, все было нормально. И вдруг, как будто что-то сломалось в вас. Нечто новое, необычное и крайне тревожище начисто выбило вас из нормального состояния. На смену вашему внутреннему подъему почти мгновенно пришли опустошенность, усталость и тревога. Когда все, на что вы оказываетесь способны, это отчаянные поиски ответов на три вопроса. С чего начать, что делать и кто в этом виноват. Стресс в психофизе происходит от английского слова стресс, что и означает напряжение. Это напряжение неспецифических адаптационных механизмов организма, сопровождающихся комплексом защитных физиологических реакций в ответ на действия чрезвычайно сильных или длительно действующих раздражителей. Впервые термин стресс в физиологии и психологии вел Уолтер Кеннон в своих классических работах по универсальной реакции «Бороться или бежать». Знаменитый исследователь стресса канадский физиолог Ганс Илье в 1936 году опубликовал свою первую работу по общему адаптационному синдрому. Но он длительное время избегал использовать термин стресс, поскольку тот использовался во многом для обозначения нервно-психического напряжения, именно синдрома «бороться или бежать». И только в 1946 году Илье начал систематически использовать термин стресс для общего адаптационного напряжения. Еще будучи студентом, Илье обратил внимание на тот факт, что различные инфекционные заболевания имеют сходное начало. Общее недомогание, потерю аппетита, температуру, озноб, ламоту и боли в суставах. Дальнейшие эксперименты показали, что и другие вредные воздействия, такие как ожоги, охлаждение, ранение, отравление, наряду со специфическими для каждого из них последствиями, вызывают комплекс однотипных биохимических, физиологических и, главное, поведенческих реакций. Илье предположил, что существует общая неспецифическая реакция организма на любое вредное воздействие, направленное на мобилизацию защитных сил организма. Вот эту реакцию он и назвал стрессом. Таким образом, стрессовая реакция может возникать под влиянием травмы, холода, ожога, избытка или, наоборот, дефицита информации при действии на организм различных патогенных раздражителей. Стресс может быть следствием неудовлетворенных притязаний или, как говорится, эмоциогенных воздействий, то есть мы говорим об эмоциональном стрессе. Силье выдавил три стадии развития стресса. Первая стадия – это реакция тревоги, которая выражается в мобилизации ресурсов организма. Вторая стадия – сопротивление, во время которой организм за счет предшествующей мобилизации успешно справляется с вредными воздействиями. В этот период может наблюдаться повышенная стрессоустойчивость. Если же действие вредоносных факторов долго не удается устранить и преодолеть, наступает третья стадия – истощение. Приспособительные возможности организма снижаются, он хуже сопротивляется новым вредным воздействиям изгне, увеличивается опасных заболеваний. Обратите внимание, у разных людей один и тот же фактор может вызывать различные проявления и последствия стресса, что обусловлено разной реактивностью организма. Ганн Силье писал, стресс – есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования. С точки зрения стрессовой реакции, на самом деле не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности к перестройке или адаптации. Возникающие при стрессе сложные физиологические и биохимические превращения имеют давнюю традицию. Они являются результатом древней эволюционно сложившейся оборонительной реакции. Эта реакция когда-то мгновенно включалась у наших предков. Она обеспечивала им максимальную скорость мобилизации сил организма, необходимых для естественной борьбы с врагом или бегства от него. У наследования от животных она включается у человека при любой угрозе организму извне. Однако в современных условиях это один из основных источников возникновения заболеваний. Почему? Потому что при такой реакции происходит рефлекторная активация коры надпочечников и вторичный мощный выброс крови, адреналина и нового адреналина. Это когда-то обеспечивало нашим предкам быстрое развитие мышечной активности. В наше время стресс чаще всего не требует от человека энергичных физических действий. Скорее наоборот требуется подавление активности. И в результате поражаются органы. Первоначальный выброс истощает запас гормонов коры надпочечников. И начинается ускоренный синтез ногу. Через некоторое время после стресса достаточно даже слабого воздействия, чтобы вновь началось их повышенное выделение. Именно так возникают ситуации, когда после неприятностей на работе возникают срывы даже по мелочам на близких людей. Позже Ганс-Синье ввел дополнительно понятие положительный стресс, стресс, который вызван положительными эмоциями, чтобы противоставить его именно вредоносному отрицательному стрессу, который он обозначил как дистресс. Негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться, разрушает здоровье человека, и именно он может привести к тяжелым заболеваниям. От стресса в первую очередь страдает иммунная система. В стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами инфекции, поскольку продукция иммунных клеток заметно падает в период физического или психического стресса. Лежащая на стыке классической медицины и психологии новая наука, которую назвали психоиммунологией, утверждает, что причиной большинства тяжелых заболеваний, включая рак, как раз и является психологический стресс, подавляющий иммунную систему организма, в результате чего она оказывается неспособной справиться с вредными воздействиями окружающей среды, вирусами, инфекциями, атипичными клетками и тому подобное. Особое значение для человека имеет психологический стресс, так как многие события приводят к возникновению стресса не из объективных особенностей, а потому что конкретный человек воспринимает конкретное событие как источник стресса. Отсюда вытекает важный принцип преодоления психологических стрессов. Проще изменить свое представление о мире, чем сам мир. И мы к этому с вами еще вернемся. Итак, давайте резюмируем симптомы стресса. Это переменчивое, то есть нестабильное настроение. Это головная боль. Это может быть даже частичная потеря памяти в связи с шоковым состоянием. Это упадок сил, усталость, вялость, нежелание что-либо делать, нежелание обдумать и проанализировать ситуацию, которая привела к стрессовому состоянию. И это потеря веры в улучшение ситуации в будущем. Также симптомом стресса может быть возбужденное состояние и желание идти на риск. Это другое проявление стресса. Что является источником стресса? Мы об этом уже говорили, но тоже давайте еще раз резюмируем. Это может быть травма или кризисная ситуация. Это могут быть мелкие ежедневные неурядицы, конфликты или общения с неприятными людьми. Это могут быть ссоры с людьми и особенно ссоры с родными. Причем обратите внимание, также к стрессу может привести не участие в ссорах, а наблюдение ссор в семье, что очень часто происходит. Источник стресса находится в ощущении постоянного давления, в препятствиях, которые не дают вам возможности достигнуть поставленных целей. Источником стресса могут быть также несбыточные мечты или слишком высокие требования к себе, постоянное обвинение, укор самого себя в том, что вы чего-то не достигли, либо что-то упустили. Люди склонны обвинять себя во всем плохом, что произошло, даже если это произошло не по их вине. Это тоже важнейший источник стресса. Ну и, конечно, есть такие важные источники стресса, объективные, как, например, переезд из одной страны в другую, что, конечно, моментально откладывается на психологическом и сразу физиологическом состоянии человека. Также источники стресса находятся в шуме, в монотонной работе или в напряженной работе. Очень серьезные источники стресса в финансовых трудностях, об этом все знают. И, как ни странно, источниками стресса могут выступить в том числе сильные позитивные эмоции. И, что очень важно отметить в контексте нашей продукции, одним из самых главных источников стресса является недостаток в организме жизненно важных витаминов и макроэлементов. Об этом мы будем говорить подробно. Кто же попадает в группу рисков? Это пожилые люди и дети, люди с заниженной самооценкой, экстраверты, невротики, люди, злоупотребляющие алкоголем и люди с генетической предрасположенностью к стрессам. А в принципе стрессом подвержены абсолютно все, потому что современный человек постоянно живет на грани стресса. И причиной тому становится множество внешних факторов, таких как скверная экология, жесткий ритм городской жизни, перенасыщенность информации, агрессивная социальная среда, политическая нестабильность, финансовые кризисы и многое другое. Стресс не обходит никого. Сам этот термин стресс стал для людей уже обыденным словом, в которое вкладывается представление об изменениях поведения и целая гамма чувств и переживаний, возникающих в сложных ситуациях или при повышенной опасности, которые стали неотъемлемой частью современного образа жизни. Каждый человек, к сожалению, испытывает стресс, все о нем говорят, но что такое стресс, наверное, каждый может объяснить по-своему. Если заглянуть в словари, которые изданы еще лет 20-30 назад, то англоязычного термина стресса там попросту не встретится. Зато сейчас специальная литература о стрессе насчитывает почти 200 тысяч наименований. В силу обстоятельств последних лет наиболее актуальный вопрос о снятии стресса, о стрессоустойчивости, о снятии последствий стресса стал для представителей среднего и крупного бизнеса, связанного с инвестициями и кредитами. Стресс сегодня это распространенное состояние менеджеров, так называемых белых воротничков, для кого работа заменяет жизнь, и тех, кого за прошедший год, возможно, выкинули за двери фирмы. Вот эти люди являются именно теми клиентами, которым наиболее нужна сегодня наша помощь. Следствием постоянных проблем и стрессов у менеджеров разного уровня является целый букет невротических и психосоматических заболеваний. Это повышенная раздражительность, нарушение сна, гипертония или вегетососудистая дистония, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, запоры, язва желудка, дисфункция поджелудочной железы, головная боль, мышечные боли, различные теологии и так далее. А следствием этих хронических заболеваний являются ранние инфаркты, ранние инсульты и сокращение продолжительности жизни современных менеджеров и бизнесменов, несмотря на их, казалось бы, неограниченные возможности получения высококачественного лечения. Почему же так происходит? Ответ на этот вопрос простой, но далеко не очевидный. В 80% случаев источник этих стрессов находится не во внешней мере, а в нашем сознании, то, о чем мы с вами говорили. Чтобы противостоять невзгодам обыденной жизни, возникающим мечежелищностным конфликтам, обманутым доверием, крушением надежд, неопределенностью будущего, нам необходимо работать со своим сознанием. Существуют определенные возможности стрессоустойчивости или, наоборот, уязвимости, которые зависят от самого человека. Они подвластны его разуму и воле. А также имеются психологические механизмы, которые приводят к стрессу или мешают из него выйти. Каждому из нас необходимо найти свой путь развития психологической и физиологической устойчивости к отрицательным эмоциям и мелким невзгодам. Найдя его, вы получите двойную пользу. Во-первых, вы защитите себя от возможных болезней и душевных переживаний. А во-вторых, новые ощущения жизни, где вас не парализует страх, не выбивают из колеи каждодневные тревоги и заботы, а все это, наоборот, вас мобилизует и наполняет энергией. Компания Vision International People Group предлагает вам наиболее рациональный и приемлемый путь для преодоления стресса и его последствий. В этом вам поможет биологически активная добавка к пище BatPax. Продукт представляет собой витаминно-минерально-растительный комплекс, содержащий полный набор витаминов группы В, магний, кальций и три растительных компонента – мелису лекарственную, лаванду лекарственную и валериану лекарственную. Прежде чем перейти к подробному анализу ингредиентов, давайте остановимся вот на таких моментах. Во-первых, само название – Pax. Pax в переводе с латинского означает «мир». Мир вашему состоянию, вашему дому, вашей семье. Pax – это самый быстродействующий BatVision, если можно так сказать. То есть Bax с ярко выраженным эффектом. Поэтому именно его можно рекомендовать в качестве пробного продукта на первых встречах с клиентами. Именно Pax быстро дает результат. Как мы уже сказали, BatPax рекомендуется для повышения устойчивости организма к стрессам, способствует устранению тревоги и беспокойства. И очень важно отметить то, что он нормализует сон. Сон – это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакции на окружающий мир. Мы проводим во сне около трети своей жизни. И нарушение сна приводит к серьезным сбоям в работе организма, к сожалению, вплоть до летальных крайних случаях. Почему? Сон обеспечивает отдых организма. Он играет важную роль в процессах метаболизма. Он восстанавливает иммунитет путем активации Т-лимпоцитов, которые борются с простудными и вирусными заболеваниями. Вы знаете, что такое нарушение сна. Это может быть бессонница, вызванная неврозом. Это может быть, наоборот, патологическая сонливость. Это могут быть ночные кошмары, иммунотизм, хождение во сне, которыми сейчас, к сожалению, страдают очень многие дети. Именно в силу того, что у них нарушен сон. В силу того, что они допоздна смотрят телевизор, сидят у компьютеров. Или даже когда они ложатся спать, то компьютер или телевизор продолжает работать у их родителей. Мы говорили с вами о бизнесменах, о менеджерах. Действительно, у огромного количества людей нарушен сам процесс сна. Люди сначала привыкают в силу различных обстоятельств спать по 3-4 часа в день. А затем оказывается, что они просто не могут обходиться без сильно действующих средств, чтобы просто уснуть и какое-то время, как они говорят, побыть за бытием. Таким образом нарушаются все внутренние физиологические процессы. И часто они оборачиваются именно патологической сонливостью, когда, наоборот, посреди рабочего дня активный человек вдруг становится пассивным. Он начинает засыпать и ничего не может поделать с этим ненормальным состоянием. Мы должны знать, что для здорового сна, для здорового самочувствия, соответственно, необходимо 8-10 часов. При том, что, конечно, эти цифры условные, и они зависят от организма человека. Потому что необходимость в более длительном сне проявляется, например, при большом объеме физической работы. Давайте будем думать о сне, потому что нам очень важно через сон сохранять естественный природный ритм для нормальной работы нашего организма. И вот для того, чтобы справиться со всеми этими проблемами, вышеуказанными, нам может оказать очень серьезную поддержку, помощь БАД-ПАКС. За счет чего? Давайте подробно поговорим о его составляющих. Прежде всего, это витамины группы В. Они необходимы для нормального функционирования организма и особенно центральной и периферической нервной системы. В составе ферментов витамины группы В принимают участие в осуществлении многих важнейших процессов обмена веществ. В углеводном, то есть энергетическом обмене участвуют В1, В2, ниацин. В липидном обмене, в биосинтезе и в превращениях аминокислот, нуклеиновых кислот. В образовании многих физиологически важных соединений. И миелина – слои, которые образуют изоляцию нервных волокон. Вот почему. В картине о витаминозе, то есть нехватке витамина В1, ведущее место занимают симптомы, свидетельствующие о нарушении функции нервной системы. А именно расстройство сна, памяти, парадича, судороги. При недостатке витамина В6 у новорожденных и детей младшего возраста нарушаются процессы торможения в центральной нервной системе, развиваются судорожные состояния. Недостаток витамина В12 приводит к обнажению нервных волокон и нарушению проведения нервных импульсов. Для нервной системы витамины группы В необходимы как для участия в обменных процессах, так и для осуществления ее специфических функций. Поэтому недостаточное поступление витаминов группы В в той или иной степени всегда сказывается на работе нервной системы. Это делает человека незащищенным перед стрессогенными факторами окружающей среды. Обратите внимание, важнейшим антистрессовым макроэлементом, входящим в ТАКС, является магний. Он снижает возбудимость нейронов, действует во многих ферментативных реакциях. И, что еще важно, магний наиболее эффективен в сочетании с кальцием, который способствует укреплению нервной системы, обеспечивает равновесие между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга. Также важным средством защиты, направленным на предотвращение и истощение нейроэндокринных систем, на усиление восстановительных процессов, на снижение общей чувствительности к стрессам, является расслабление. И травяной комплекс БАК-ПАКС представлен хорошо изученными лекарственными растениями, оказывающими успокаивающее и спазмолитическое действие. Давайте с ними познакомимся поближе. Мелисса. Это многолетнее растение. Она упоминается еще в сочинениях ученых глубокой древности. Распространена в Европе и Америке. В зелени мелисы содержится до 15% витамина С и до 7% каротиноидов. О лечебных свойствах этого растения писал еще и Викцена в каноне врачебной науки. Он отмечал, что мелиса укрепляет организм, успокаивает, помогает при закупорке мозга и даже устраняет плохой запах изо рта. Традиционная медицина считает это растение полезным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, бессоннице, невралгии, астмы, анемии. Его используют для возбуждения аппетита и успокоения нервной системы, а также очень эффективно используют против головной боли и мигрени. Благодаря своему составу мелиса лекарственная оказывает антивирусное действие, обладая седативным успокоительным эффектом. Лаванда лекарственная. Это многолетное неопрянно-ароматическое растение, родиной которого считается побережье Средиземного моря, колыбель европейской цивилизации, где и сейчас оно произрастает в диком виде. Растение известно с древних времен благодаря своему благоуханному запаху, а также вкусовым качествам. Древние римляне использовали лаванду для приготовления ароматных вод, которыми омывали руки перед едой. По латыни лавары значит мыться. Это растение добавляли в ванны. Из Средиземноморья оно попало в европейские страны, затем распространилось в Северной и Южной Африке, дошло до Азии и достигло берегов Америки и Австралии. Сейчас лаванда есть повсюду. В средние века лаванду уже оценили не только как прядное растение, но именно как лекарство. Особенно были популярны такие мешочки с ароматными травами, которые бережно хранили в сухом месте. И считалось, что при любом заболевании эти мешочки надо прикладывать к больному месту. Особенно считалось, что они помогают при мигрене, головных болях. Во всех странах выращивают лаванду прежде всего для получения эфирного масла. Мировое производство лавандового масла сейчас составляет около 200 тонн. Из них 60-70 тонн получают именно во Франции, на Лазурном берегу, неподалеку от Ниццы. Именно там, где и находится наш концерн Аркоформа. Цветы лаванды употребляют как успокаивающее средство. Ими снимают боли при многих заболеваниях. И как уже мы сказали выше, лаванда показана во время мигрени, при сильном сердцебиении и очень эффективно в период повышенной раздражительности. При помощи лаванды также нормализуют кислотность желудка. Ее употребляют для поднятия аппетита, снижения артериального давления и оттока желчи. Валериана лекарственная имеет много народных названий. А официальная валериана происходит от римского валюнт, что значит сильный, здоровый. Валериана принимается при неврозах, бессоннице, неврастении, истерии, расстройствах половой функции, начальной стадии гипертонии и при спазмах пищевода. Лечебными частями являются корневища с корнями. Именно корень употребляется в медицине как успокаивающее средство. Валериана уменьшает возбудимость центральной нервной системы, вы это все очень хорошо знаете. Также она улучшает коронарное кровообращение, оказывает спазмолитическое воздействие. Благодаря тщательно выверенным, научно обоснованным пропорциям составляющих продуктов БАД-ПАКС способствует общему расслаблению организма и устраняет бессонницу. Точнее сказать нормализует сон. При отсутствии такой надежной защиты как ПАКС и при воздействии постоянно повторяющихся стрессов развиваются различные заболевания. У одного язва желудка, у другого инфаркт, у третьего частые простудные заболевания и так далее. Это зависит от индивидуальных особенностей эндокринной системы, от чувствительности к стрессу, наследственной предрасположенности к развитию тех или иных заболеваний, а также связано со свойственными личностями, личностей и характером переживаний. Биологически активные составляющие продукта, участвуя в широком диапазоне биохимических процессов в организме, позволяют предотвратить появление заболеваний, а если они уже есть, остановить дальнейшее развитие патологических процессов. Дровяные компоненты ПАКС благотворно влияют на работу органов пищеварения, обладают вяжущим, антисептическим и рано заживляющим действием. То есть они являются надежным щитом в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Комплекс витаминов и минеральных веществ БАТ-ПАКС способствует усилению иммунитета, профилактике простудных заболеваний, восстанавливает витамины-минеральный баланс после стресса. Используя БАТ-ПАКС, можно забыть о подавленном настроении и в конечном итоге сохранить интерес к жизни. Именно поэтому БАТ-ПАКС особенно показан людям при депрессии и нарушениях сна, высоких психоэмоциональных и стрессовых нагрузках. Устраняя чувство тревоги и напряженности, БАКС формирует ощущение внутреннего благополучия и готовности к усилиям, одному из главных факторов стрессоустойчивости. Дело в том, что любая целенаправленная деятельность смягчает стресс. И только активное противостояние может что-то изменить в стрессовой ситуации. Вредное воздействие стресса усиливается, если человек сосредоточен гораздо больше на оценке того, что случилось и чем это грозит, чем на том, а что можно сделать. Ганс Илье отмечал, зачастую люди страдают от того, что у них нет вкуса ни к чему, нет никаких стремлений. Они, они те, кто мало зарабатывают, истинные нищие человечества. Результаты многочисленных психологических наблюдений показывают, что высокая самооценка, самоуважение, ощущение благополучия своего «я» повышают устойчивость к воздействию стресса. Принимая ПАКС, мы обретаем внутренний покой, мы трезво оцениваем свои возможности. Каждый несет ответственность за свою судьбу и имеет определенную свободу выбора на своем поле возможностей. Выбор может быть разным. Можно принять себя, свое мироощущение, свою жизнь, как она есть. А можно захотеть изменить себя и жизнь, и отношение к ней целиком или частично. Биологически активная добавка к пищи ПАКС поможет вам сделать правильный выбор. И в финале, как всегда, совет. Попробуйте сделать упражнение, которое мы вам рекомендуем. Если понравится, повторяйте его ежедневно. Упражнение называется «Кипсмайлинг». Держите улыбку. Попробуйте вспомнить о чем-то не очень приятном, вызывающем у вас досаду, тоску или раздражение. Вспомнили? А теперь изобразите на лице улыбку и подержите ее пару минут. При этом оцените, как будут меняться ваши эмоции. Уверяю вас, они изменятся в лучшую сторону. И в дальнейшем. Если кто-то пытается испортить вам настроение, скажите себе «Стоп». После чего вспомните какой-то приятный эпизод из своей жизни. Улыбнитесь и сохраняйте на лице улыбку в течение трех минут. После чего сделайте глубокий вдох и резко выдохните, избавляясь от остатков негативных эмоций. Уверяю вас, действую. И в заключении нашей встречи, конечно, мы хотим напомнить вам о том, что Бат Пакс входит в линейку базовых продуктов «Авижен», в линейку «Классик Хит», проверенных миллионами довольных клиентов. Продукты этой линии направлены на поддержание здоровья человека в повседневной жизни в целом. И вот некоторыми результатами наших клиентов мы хотим с вами по традиции поделиться. Родригуэс, Наталья и Эрик приехали в гости к родителям в Киргизию на летние каникулы из какой-то далекой страны. Пока жили у родителей, узнали о продукте. И за месяц этих каникул, за месяц употребления классической линии «Классик Хит», Наталья избавилась от менструальных болей, исчезла из жога, похудела на 3 килограмма. Эрик почувствовал прием энергии, а до этого он страдал хронической усталостью, у него прошла тяжесть в желудке. Тян Милен, 3 года. Ожог третьей степени получил в детском саду. Вы видите на фотографии, на слайде след этого ожога. 3-4 раза в день мазали ген Миллениум и принимали продукты серии «Классик Хит», «Пакс» и «Юниор». Результаты ошеломляющие, следов от отжога не осталось, и что очень важно, все эти дни ребенок не плакал, играл по-прежнему, у него был хороший аппетит и спокойный сон. Колчина Светлана, город Красноярск. 10 лет страдала от боли в коленях, ступнях, позабедренных суставах. Из-за применения большого количества лекарственных препаратов заболела печень, поджелудочная железа, обострились болезни желудочно-кишечного тракта, стало беспокоить сердце. За первый месяц приема антиокса и «Пакса» почувствовала облегчение и полностью отказалась от лекарств. Она продолжает употреблять БАД «Классик Хит» и добавила восстанавливающий комплекс. Мартинс Елена, 45 лет, город Берлин. Более 40 лет страдала бронхиальной астмой. Дело в том, что она родилась и выросла в Ускаменогорске, который называют зоной экологического бедствия. Принимала всю линию «Классик Хит», незаметно для себя избавилась от давления, геморроя, вернула былые формы тела, похудела на 12 кг, но ингалятором продолжала пользоваться. Спустя 9 месяцев постоянного употребления БАД перестала использовать ингалятор. Елена пишет «Мой день начинается и заканчивается приемом моих любимых продуктов Вижн». Вы также в чате рассказываете друг другу о том, как вы любите наш продукт, как вы им активно пользуетесь. Вот несколько рекомендаций, которые вы дали друг другу буквально с сегодняшнего утра. Например, дистрибьютор Дурнева прислала такой результат. Внутри черепное давление было у девочки. Из-за этого возникла проблема. 7 лет надо идти в школу, а у девочки сильные головные боли, вплоть до обмороков. Что они делали? Принимали юниор по 4 капсулы таблетки в день. Через месяц ввели ПАКС по 2 капсулы. Обмороки прекратились через 1,5 месяца. Дальше принимали по 2 капсулы юниора и ПАКСа. И чередовали месяц приема юниор ПАКСа и месяц приема антиоксодетокса. Через 8 месяцев внутричерепное давление стабилизировалось. Другой результат прислала дистрибьютор Коченкова. Было заикание больше 50 лет. И улучшение речи дал именно ПАКС. Также она добавила еще антистрессовый комплекс Ревьен и Пасилат. И таким образом практически на 95% ей удалось преодолеть эту свою проблему заиканием. Вот такой интересный совет дала дистрибьютор Щепарева. Ей 45 лет. Принимала всю линию Classic Heat. И полностью ушел ночной храп. Вот за несколько месяцев полностью ушла эта ночная проблема. Приема, активного приема линии Classic Heat. Головная боль проходит при повышенном давлении, когда вы употребляете ПАКС, внутри МАКС, вилдформу. Такой отклик прислал Артем Дубновак. Обожаю ПАКС. На нем сбрасываю вес и нет отечности. И дистрибьютор Зарецкая прислала такой результат. Продукт ПАКС и продукты классической линии помогли мне выносить двойню и родить в 41 год срок. Вот такой замечательный результат. И мы можем их продолжать, можем их множить. Чат остается открытым. Поэтому, пожалуйста, общайтесь, делитесь своими рекомендациями, делитесь своими результатами. Всего хорошего, будьте здоровы и до новых встреч.